Я сегодня, вот то, что сегодня будет, я сама инициировала. Знаешь, как я третий день у меня спазм в горле, сегодня я болевала. Ничем. От нервов просто. Такая наша Джулия Робертс. Мне 34 года, я домохозяйка. Мой муж работает в ресторанном бизнесе. Я сижу дома, воспитываю наших детей, наших трое. Шесть лет назад я работала в конде помощи детям в стран с неблагополучной экономикой. Мы работали в Перу. Однажды во время одной из моих командировок в Перу я оказалась в малонаселенном районе Перу, неподалеку от города Кукальпо. Мы там контролировали строительство школы. Один человек из Филадельфии выделил свои личные деньги на строительство школы для бедных детей в Перу. И он обратился к нашей организации, чтобы мы могли проконтролировать весь процесс строительства. Даже больше часто бывает, что выделенные деньги просто исчезают, или оказывается, что их почему-то хватает. Ну, в общем, я и еще твои моих коллеги-мужчин, мы там занимались постройкой этой школы. И вот однажды нас позвали участвовать в одном шаманском ритуале. В этом районе Перу живет очень много шаманов. Твои мои коллеги согласились, а я нет, потому что я христианка, я католичка. Моя мама, она французенка, она католичка, так что меня христили еще в детстве. И потом, я как-то вообще не люблю все эти мистические, эзотерические акции, все это шаманство. Для меня это все является каким-то таким сатализмом. Но моим коллегам стало интересно, и они пошли на этот шаманский ритуал. Когда они пошли, поплыли на лодках, не спорили пео-поярли. Потому что все должно было происходить в маленьком гудейском поселке. Я тоже решила с ними поехать, и хоть в ритуале я не собиралась участвовать, но я все-таки хотела поехать в Сельву, Сельва это джунгик так называется. Я хотела посидеть у гостра, послушать песни, потому что перуанские женщины очень красиво поют. А мы находились на территории племени Шипиба. Это древнее индейское племя Шипиба. И вот мы все поехали на лодках вниз по реке, остановились в одном маленьком селе, расположенном прямо на берегу Укаяри. Все пошли в большой круглый дом, чтобы проводить там ритуал. А я осталась на берегу одна. Я сидела прямо на берегу. Было очень-очень красиво. Я помню, я сидела, курила сигарету и смотрела на реку. Небо было звездное, звезды такие яркие, как фонари. Вообще возникла какая-то просто волшебная атмосфера. Весь лес был освещен таким ровным лунным светом. Река блестела и извивалась, как будто змея. А там в доме, где был ритуал, там стали петь женщины. Они пели так красиво. И даже мало того, что красиво, они пели как-то так проникновенно, так, как будто это была песня о самом главном мире, о самом важном. И о чем-то таком очень знакомо. Эта песня, она как бы мне напомнила о том, что я уже давно знала, но давно забыла. И мне показалось, что как будто это моя мать не поет. Хотя я даже не помню, что моя мама мне пела. Но я вдруг так почувствовала себя как в детстве. Как будто это моя мама, которой уже не было в живых, как будто она специально поет эту песню для меня. И вдруг, знаете, вот я сейчас не знаю, даже как вам это передать, это чувствую. Вдруг мне стало очень-очень грустно. Но мне не стало плохо. Наоборот, мне с одной стороны стало как-то очень-очень хорошо. Может быть, первый раз в жизни не стало так хорошо, а с другой стороны мне стало очень-очень грустно. И это была такая сильная и очень-очень светлая грусть. Я стала плакать. Я даже не смогла представить, что можно испытать такую светлую, такую красивую грусть. И вдруг я совершенно отчетливо поняла, что я хочу домой. И могу вам передать, что со мной случилось в эту минуту, когда я поняла, что я хочу домой. Все мое тело, моя душа, вся я целиком, я вдруг очень захотела домой. Но не в спринтинг, не к мужу, а домой. И тогда я абсолютно четко осознала, что у меня есть дом. И что мой дом не где-то в США, и вообще это не какое-то конкретное место на земле, а что это где-то там. Где-то там, где я не могу объяснить, где. И меня так сильно потянуло к моему настоящему дому. Я вдруг как бы проснулась и поняла, что оказывается я же куда-то шла, что я же куда-то иду. Но я почему-то забыла об этом и задержалась на полдороги. И вот это открытие меня так сильно потрясло, я вдруг поняла, из-за того, что я забыла, что я куда-то шла, из-за этого я остановилась, что я потерялась. И вот я как будто снова сейчас нашлась. И я как будто очнулась, понимаете? Это была такая сцена, ну как будто меня мама отправила в магазин за хлебом, а я наоборот там встретила своих подружек, ну и забыла, что мне нужно домой хлеб отнести. Заигралась, понимаете? И вот я сидела на берегу и вдруг вспомнила, что мне же оказывается уже домой пора домой, что я должна идти. Я ясно увидела, что смысл жизни состоит не в том, чтобы просто жить, чтобы иметь семью, ходить на работу, помогать детям, детям. В первую очередь смысл жизни в том, чтобы вернуться домой, что жизнь это путь. И вот там, тогда я впервые в жизни поняла, что такое путь. Там я поняла, что мне открылся путь, что я спала и проснулась, и мне открылся путь. И теперь мне нужно вернуться домой. И там я вот так сидела и плакала. Плакала от красоты, от горя, от того, что я вот так вот уже 28 лет живу на земле и даже не догадываюсь о том, что на самом деле мне нужно идти домой. Я не имела пути, я его потеряла. И вот там, в тот момент, я его снова нашла, я обрела путь. А путь это, знаете, это ведь не философское понятие, это не концепция, это не религия, путь это как бы твоя физическая, или лучше сказать метафизическая связь с тем местом, куда ты должен вернуться. Я не знаю, что это за место, я этого не знаю, но я тогда очень ясно подписывала, что есть такое место, куда я должна вернуться, что это место, это мой дом. И что пока я туда не вернусь, я буду в пути. И что самое главное, это не забывать, что ты на пути домой. Господи, это так страшно, не знать, что ты на пути. Просто жить и не иметь настоящего смысла в жизни, потому что настоящий смысл жизни только один, это путь. И это так наивно. Просто верить, что после смерти мы пойдем в рай, или переродимся, или что мы исчезнем. Просто жить и верить в какую-то теорию, не важно в какую, просто верить и стоять на месте, никуда не идти. Потому что рай или смерть, это ведь всего лишь только концепция. А путь, это когда ты ясно понимаешь, что ты идешь домой. Я не знаю, какой же мой дом. Я христианка, я верю, что мой дом это Бог, это Иисус. Но вот там, сидя на берегу этой перуанской реки, я поняла, что Бог, Иисус, истина, рай, это все только слова. Это все еще не означает, что ты идешь по пути. Потому что, когда я проснулась, когда я очнулась, я увидела, что путь, это как такая, знаете, узкая тропинка, которая ведет тебя сквозь весь этот холодный космос. Путь, это такое физическое ощущение, как будто тебя что-то тянет, как будто к тебе привязали веревку, и тебя тащат на ней, как ковту. Путь, это не идея, это состояние. Это состояние такого вечного дискомфорта в этом мире, потому что ты понимаешь, что все вокруг, это все только на время. Что ты все это оставляешь, что тебе все это не касается, потому что ты идешь дальше. Тебе нечего тут делать, твой дом в другом месте, тебе нужно идти. Путь, это такое состояние жизни, при котором ты помнишь, что тебе все время нужно идти. Я рада вас всех видеть, но мне нужно идти. Я рада с вами жить, праздновать с вами дни рождения, ездить с вами на море, но мне нужно идти. Все это не мое. Я не отсюда, я здесь просто прохожу мимо. Путь, это я должна идти, извините. Я должна сесть в лодку и плыть дальше. Путь, это такая маленькая речка, по которой ты плывешь в своей маленькой лодке. И вокруг столько всего необъяснимого, столько страшного, столько всего агрессивного. Но мне нужно плыть дальше и нигде не останавливаться. Иначе есть риск, что я снова забуду о том, что мне нужно идти домой. И теперь я больше всего в жизни боюсь снова впасть в это состояние, когда человек не знает своего пути. Это самая большая трагедия, которая может с нами произойти. И вот я сидела тогда там на берегу реки, слушала, как поют эти иранские женщины. И в моем сердце, прямо в моем сердце открывался эмоциональный. Мне очень хотелось бы скорее его пройти. Мне очень хотелось домой. Я понимала, что вот это чувство тоски по моему настоящему дому, тоски по месту, куда я должна прийти, вот это и есть то чувство, которое будет напоминать мне о пути. Чтобы держать путь, нужно ощущать в своем сердце тоску, постоянную тоску по тому месту, куда я рано или поздно должна прийти. Где-то есть мой настоящий дом. А путь – это тоска по этому дому. И это ниточка, связывающая меня и этот мой дом. Я держу в руке один конец этой нитки, а другой конец уходит в темноту и в неизвестность. Но я должна идти по этой нитке в эту неизвестность. Потому что это единственное, для чего я родилась в этом мире. Это для того, чтобы вернуться домой. Вот что со мной и случилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok